Это Новосавиновский район Жители Казани называют его квартала. Именно так, с ударением на последнюю букву А. Это самый малый, один из самых больших по численности населения и, таким образом, самый плотно заселенный район Казани. Здесь соседствуют элитные жилые кварталы и классические панельные дома эпохи 90-х, обустроенные парки и непроходимые болота. Этот выпуск о том, что представляет собой Новосавиновский район, сегодня поговорим об инфраструктуре и истории. А еще побываем в местах, куда люди заходить боятся. Вперед! Сегодня Новосавиновский район почти центр города. Во всяком случае, если посмотреть на карту Казани. А еще полвека назад это было захолустье, куда добраться можно было либо на лодке, либо пешком, либо 11 маршрутом автобуса. Это была сильно заболоченная равнина с несколькими рабочими поселками – Савинка, Брикетный и Меневоровского. А столетия назад и вовсе в этих местах, кроме Слободы Козьей и деревни Савинова, ничего не было. Посмотрите на фотографию вековой давности. Вы видите квартала? И я нет. Итак, современный Новосавиновский район вырос на болотах, которые до сих пор занимают здесь довольно большую территорию. Это парадоксально, но центром густонаселенного, уютного и небольшого по размерам Новосавиновского района являются эти болота. Посмотрите на карту. Это огромная территория, судьба которой пока не ясна. Здесь построят либо парк, либо жилой комплекс, либо и то, и другое. Судя по последним новостям, здесь должен появиться водно-болотный экопарк. Также эти заболоченные места – один из вариантов размещения парка аттракционов Кэрлай, который был разобран из-за строительства соборной мечети. Все жилье в Новосавиновском районе можно поделить на четыре категории. Элитные жилые комплексы на Сибгата Хакима и Чистопольской, панельные дома в средней части района, хрущевки на севере и частный сектор на границе с авиастроительным районом. Сибгата Хакима – это одна из самых красивых жилых улиц Казани. Дома с видом на Кремль, первая береговая линия, уютные кафе и рестораны – вот главные достоинства этого места. Соответственно, и ценник на жилье здесь самый высокий во всем районе. Цены на квартиры варьируются от 6,5 до 23 миллионов рублей. Дом бизнес-класса Savin Family. ЖК Столичный – высотные здания с квартирами комфорт и бизнес-класса. ЖК УНО – проект компании Унистрой. ЖК Свобода – новый жилой комплекс клубного формата. Улица Сибгата Хакима – место притяжения туристов и жителей других районов Казани. Особенно это заметно вечером. Кто-то сидит на террасе ресторана, попивая вино, кто-то совершает вечернюю пробежку. А если еще и погода хорошая, то тут, как говорится, и яблоку негде упасть. Кафе, бары, рестораны на Сибгат Хакима на каждом шагу. Но лично мне это неинтересно. Я за активный отдых. Поэтому те, кто хочет поесть и выпить, они справа. А для тех, кто хочет покататься, есть специальная, довольно-таки классная велодорожка. Туристы, приезжающие в Казань – частые гости этих мест. Во-первых, на Сибгатах Хакима находится аквапарк и гостиница «Ривьера». А на другом конце – одно из самых красивых зданий Казани. Самое туристическое место Новосавиновского района – центр семьи Казан или по-другому Чаша. Я жил, кстати, в этих краях 15 лет и своими глазами наблюдал за переменами. Никакой улицы Сибгат Хакима еще не было. Там была обычная грунтовая дорога, росли деревья и кустарники. Здесь был пляж, обычный песчаный пляж, но, кстати, довольно популярный. На набережной были лодочные станции. За такое короткое время – такие большие перемены. Маленький Новосавиновский район вместил в себя два самых больших и главных спортивных объекта Казани – Татнефть-арену и Акбарс-арену. Рядом с ними – дворец водных видов спорта и дворец единоборств. И все это в районе двух улиц – Сибгата Хакима и Чистопольская. Автомобилисты, выезжающие из Новосавиновского в советский район, стоя в пробках, могут наблюдать эти сооружения из окон своих машин. Кстати, знаете, за что я люблю Новосавиновский район? Здесь нет постоянных, так называемых, дежурных пробок. Кроме, наверное, вот этого места. Это выезд в советский район, третья транспортная дамба. Есть как минимум две причины, в которых здесь нет особых проблем с пробками. Во-первых, район маленький, а во-вторых, он молодой, и дороги изначально проектировались с учетом большой автомобильной нагрузки. Переместимся чуть севернее. Ямашево, Чуйково, Адаратского, Читаево, Амирхана, Гаврилово. Это классические квартала с панельными домами, которые начали строить в 80-е годы прошлого века. Благодаря программе ликвидации ветхого жилья, многие казанцы бесплатно получили здесь новые квартиры. Кстати, я один из них. Сейчас эти дома уже не новые, многие дворы тоже нуждаются в капитальном ремонте. С другой стороны, здесь сохранился дух эпохи нулевых. И это тоже имеет определенную ценность. Вот куда нужно водить экскурсии для ностальгирующих казанцев. Знаете, чего больше всего не хватает кварталам? Парков, лесных массивов и зелени в целом. Вспоминаем, Новосавиновский район вырос на засыпанных болотах. Деревьев здесь изначально не было. А новые приживаются слабо. Если не брать в расчет небольшие скверы, то здесь кроме Парка Победы и Парка Савинова ничего нет. Причем большая часть Парка Победы – это музей военной техники под открытым небом. А не место уединения с природой. Хотите чего-то большего? Езжайте на улицу Гаврилова. А оттуда уже пешочком в сторону Казанки. На мой взгляд, лучшее место для отдыха в Новосавиновском районе – это Парк Савинова. Фактически, это дикий лес с красивыми полянками и с выходом к воде. Что еще нужно уставшему городскому человеку, чтобы перезагрузить свою голову? Еще бы, конечно, не мусорили. Хотя нет, есть еще одно место, о котором стоит упомянуть. Это бульвар «Белые цветы» на Апсалямово. Раньше здесь была автомобильная парковка. Сейчас это парк, который, между прочим, получил международное признание. Где еще можно отдохнуть местным жителям, особенно в плохую погоду? Конечно, в торговых центрах. В один ряд вдоль улицы Ямашево расположены три крупных ТЦ – XL, Парк Хаус и Тандем. Да, знаем. Тандем уже не относится к Новосавиновскому району и находится чуть южнее Ямашево. Но все равно это очень близко к кварталам. А это одно из самых культовых мест Новосавиновского района – авторынок. Во времена, когда не было ни ТТС, ни Канавто, люди покупали машины именно здесь. Сейчас здесь тоже торгуют машинами, правда, уже не в таком количестве. А также продают автозапчасти и оказывают автомобильные услуги. Сейчас конец рабочего дня, никого нет. Но я не думаю, что днем здесь прямо кипит жизнь. Место выглядит довольно депрессивным. Такое ощущение, что это пространство люди покинули много лет назад. Северная часть Новосавиновского района находится на границе с московским и авиастроительным районами. Это улицы Воровского, Голубятникова, Короленко. Недвижимость здесь представлена старыми хрущевками. Но даже эти хрущевки стоят дороже, чем хрущевки в других районах Казани. Из новых жилых комплексов можно выделить ЖК «Норвежский» и ЖК «Гагаринский-77». Обратите внимание на интересную особенность Новосавиновского района. Он застраивался с севера в сторону центра Казани. Это связано со строительством авиационных и промышленных предприятий на территории современного авиастроительного района в 30-е годы прошлого века. Соответственно, новые дома для трудящихся строили как можно ближе к предприятиям, согласно принятому тогда генплану. Давайте выйдем к самым границам Новосавиновского района. Двинемся еще севернее. Ведь за хрущевками тоже живут люди. Север Новосавиновского района – это огромный частный сектор, расположенный между улицами Голубятникова и Михаила Миля. Здесь частные дома, приусадебные участки и мелкий бизнес, в основном гаражные автосервисы. А справа от меня уже промышленная зона, а за ней авиастроительный район. Улица Миля. Так выглядят границы между Новосавиновским и авиастроительным районом. Обратите внимание, вдоль всей улицы проходит железная дорога. Дело в том, что это транзитная улица, которая просто соединяет два района Казани – Новосавиновский и авиастроительный. Кстати, улица названа в честь Михаила Миля, одного из самых известных конструкторов вертолетов в мире. Чем хорош Новосавиновский район? Главное его преимущество – местоположение. Он со всех сторон окружен, ему некуда расширяться. Это позволяет сосредоточить внимание на улучшениях в самом районе. Плюс хорошие, уже существующие инфраструктуры делают район очень комфортным местом для жизни. Из недостатков – отсутствие озеленения, про которые мы уже говорили. И высокая стоимость жилья по сравнению с другими спальными районами. Друзья, неважно, где вы живете, главное, чтобы в этом месте вам было хорошо. Для меня Новосавиновский район – это особенное, родное место. Здесь я провел свою юность, взросление, студенческие годы. Здесь до сих пор живут мои родители. Ждем вас в комментариях под этим видео. Напишите, какое у вас отношение к этому району. Меня зовут Незго Таулин, Урбан Медиа. Пока. Субтитры подогнал «Симон»